Дресс-код 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 руководителей того учебного заведения, в котором я тогда находилась, поэтому проблема. Я думаю, нет, да, но это был яркий маникюр, вызывающий макияж. Да, мне сейчас очень стыдно об этом говорить, если честно. То есть вы уже жалеете, может, о том, что вот в тот момент вы как-то одевались, были против системы? Да, это был внутренний протест. Я потом уже анализировала и понимаю, что это был всего лишь навсего внутренний протест, я хотела что-то доказать. Это был такой способ самовыражения. Теперь я понимаю, что самовыражаться можно одеваясь в соответствии с ситуацией, правильно, со временем, в котором мы находимся. Выход найти можно, конечно. Для этого не обязателен. Яркий маникюр, длинные ногти, яркий макияж и вызывающие одежды. Ни в коем случае. Можно выглядеть строго. То есть определимся с тем, что вы за дресс-код, как бы. Да, да, я за дресс-код, безусловно. Если есть какая-то одежда, подобающая ситуация, вы готовы ее одевать. Вот Соль. Я с удовольствием ее надеваю. С удовольствием, хорошо. Оля, вот тоже давайте тогда еще школьные годы вспомним. Когда? Вот мы видим, что вы довольно ярко одеты. То есть, в принципе, что захотелось? Бандану одену. То есть, неважно там кто. Чего-то стесняться. Да, да. То есть, вот как-то, как у вас вот развивалось это чувство вкуса, чувство стиля? Именно как вы искали ту одежду, которая вам подходит? Ну, вначале, как бы, особо меня никто там не спрашивал, как это в детстве. Одели и все. Но в школьной начальной у нас была форма, там, такая зеленая, не самая, конечно, приятная. Но, как бы, опять же, никто не спрашивал. Ты берешь и ходишь. Вот. То есть, в принципе, интересно получается, что Ольга, наоборот, соблюдала тогда форму. Вот. Ну, и в школе тоже там была строгость. И, как бы, ну, можно было в джинсах прийти, но надо проскочить вовремя. Тут главное, чтобы никуда там директора не заметил. Хотя в этом тоже были свои плюсы. Директор заметил, отправил домой. Ну, и, как бы, и хорошо. Вроде и дома. Можно просто, ну, отдохнуть. Мой директор был бдительнее, чем мой директор Ольги. Ну, видишь тут, что, Игорь, как получается, ну, вот разница, что, наоборот, по-бунтарски одевались, а тут, наоборот, соблюдали. Но все-таки сейчас вы уже на работе. Да, да. А я сейчас студент. Да, то есть, а у нас в университете, в университете у нас, разве что, я не знаю, может, в кепке ходить разрешено, но, например, у меня есть те, кто и в кепке ходит, и, в принципе, им ничего не мешает. И тут вот каждый сам самовыражается, как он хочет, и то, что у него. Ну, а вот в студенческие годы тоже вот строгий дресс-код какой-то начались в лет или продолжали после лицея? Я скажу, что мои студенческие годы, они все еще до сих пор длятся. То есть, я еще студент, да. Нет, в университете я одеваюсь абсолютно свободно, но если это какой-то экзамен, понятно, что это более строгий образ, но если же это обычные пары, нет, это, может быть, джинсы, джемпер, рубашка. Ну, все-таки, вот, Ольга, вы пока студент, но со временем придется искать работу. Не боитесь ли того, что вот какой-то, может быть, излишне свободный какой-то стиль в одежде помешает? Да, придется прогнуться, наверное, чуть-чуть под систему вот эту, но все-таки, я думаю, ну, я вот вырасту, буду психологом, вот, и там как бы, ну, будет какой-то дресс-код, но я думаю, что можно будет как-то так все равно находить тем моментом, да, и как-то что-то яркое и красочное, это даже, мне кажется, будет и хорошо. То есть, у вас тогда, ну, не будет ощущения, что вот вас сковывают, и вот вы ни в коем случае не хотите одевать там белый верх, черный низ. Не будет вот бунтарства какого-то? Я думала, что, может быть, у вас это уже прямо... Нет, я так не буду ходить. Я как бы решила, ну, можно ведь что-то другое, интересное и самовыражаться и так, вот, через что-то яркое, а не обязательно там вот все так строго-строго. Ну, а вот вы говорите, что с детьми работаете, с детьми будете, неправильно, ну, и вопрос, с детьми будете работать. Ну, если, мне кажется, вот, вы вот так ярко оденетесь, то будет этот ребенок. Они будут воспринимать вас всерьез, извините, они будут воспринимать вас всерьез, если вы придете в таком ярком наряде? Ну, я думаю, да, тут главное как себе подать. Вы считаете, что дресс-код – это ограничение свободы? Это какое-то подавление вот своей личности такое. Ты, Катя, так не считаешь? Нет, я абсолютно, я так не считаю. Ну, может, потому что, Катя, вы нашли себя в этом, вы уже себя чувствуете комфортно в этом дресс-коде. Я лично понимаю работу – это ты пришел и выполнил свою норму какую-то. Ну, я грубо сейчас вот приведу мой пример строительный. Мне поставили задачу выстроить стену из кирпичей, я ее выложу. Буду я одет в юбку, в шорты, в шлепанцы, неважно, что. Ну, другое дело, у нас техника безопасности, надо, чтобы подошва была соответствующая, чтобы ногу не прокладывать и так далее. Так почему, если я пришел на работу, у меня должен быть дресс-код, если мне выполнить надо какую-то свою норму? Ну, Дима поддерживает Ольгу как бы. От специфики работы все зависит, правильно? Да, я понимаю. Если я пойду в медучреждение – да, логично все. У вас тоже, если вы… То есть, если, да, вот ведущая новостной программы наденет какое-то такое яркое платье с рюшечками, да, какой-то цветной принт на нем будет присутствовать, или вандану, да, и, к примеру, джинсы. Это, понятное дело, что ни в какие вороны нет. Это исключение. Я бы назвал это исключением. То есть, точно так же я согласен со своей профессией. Тут, наверное, подходите к ситуации. Психолога профессия – это уже как раз такое отделение именно к строгому. От чего-то строгого – это уже начало отделения. Хорошо, давайте посмотрим блиц-опрос и узнаем мнение Брещан по поводу дресс-кода. У вас на работе дресс-код? Нет. А как вы вообще к нему относитесь, можно сказать? Вы знаете, я считаю, что это правильно. А вот, потому что человек, когда он служащий какой-то, он должен придерживаться определенных, как говорится, норм в одежде. Когда существуют какие-то мероприятия, тогда для нас наступает дресс-код. Вот именно для субкоров. Я собственный корреспондент. А так, если мы знаем, что ничего серьезного не предстоит, мы позволяем себе приходить на работу, ну, в общем-то, как все нормальные люди. В джинсах, в майках, в кедах. Дресс-код, он как бы стимулирует какой-то уровень панку держать. Положительно, так как, ну, в шорпах неприлично, мне кажется. Положительно, почему бы и нет. Я считаю, что официальный стиль уместен более на работе, особенно в офисе. Я учитель в школе. Естественно, черный низ, белый верх, не открытая, блузки, юбки, не джинсы. Как-то так. Должен, наверное, быть дресс-код. Ну, как вы относитесь к этому? Ну, нормально, потому что мы работаем в роддоме. Где-то он нужен, где-то нет. Ну, вот у вас на работе есть дресс-код? Ну, я работаю косметологом, соответственно, да. Наверное, должен быть в любом случае, соответствующий какой-то профессии. Потому что он собирает, как-то организовывает, наверное, настраивает на латы человека, который работает и тот, кто к нему приходит. Если не очень жарко и это в тему, то нормально. Ясно. Каждой работе соответствует, конечно, свой, как мы называем, дресс-код, если в этом плане. А вот у вас на работе есть дресс-код? Есть, как бы, да, но строго не соблюдается. Что ж, как мы увидели из Блица просто, многие ничего не имеют против дресс-кода. Ну, опять же, много людей там и без работы ты опросил. Ну, да, многие попадают, но, опять же, еще очень много сотрудников в медицинской сфере попадались. И когда, ну, как мы видели, задавался им вопрос, как у вас наносит дресс-код, смеялись мне в лицо. Потому что логично, в халате. Что ты спрашиваешь? Может быть, у ребят ассоциации дресс-код – это сразу какая-то рабочая обстановка. Но ведь все мы знаем, что это торжественное мероприятие какое-то может быть, да. И стиль в одежде при банальной прогулке, да, на свидании он же будет кардинально отличаться от той же деловой встречи, Просто я же вопрос задавал на Блицепрозе именно дресс-код. И существует ли у вас дресс-код на работе? Ну, и как вы к нему относитесь? Ну, вот мы уже стали обсуждать то, что каждый из нас считает, насколько то, как ты одет, влияет на то, как ты будешь выполнять свои профессиональные обязанности. Вот можно по очереди. Катя, как вы считаете, то, как вы одеты, влияло когда-нибудь на то, как проходил ваш рабочий день? Конечно, безусловно, влияет. Когда ты едешь на какое-то очень важное мероприятие и при этом собираешь волосы в небрежный пучок, да, надеваешь джинсы, клетчатую рубашку. Понятное дело, что серьезные люди, они не будут воспринимать тебя должным образом. Или же наоборот, когда ты едешь на какое-то спортивное мероприятие на съемку, приезжаешь туда при полном параде, в нарядном платье, на шпильках, да, макияж, боевой раскрас и все такое. Люди тоже крутят пальцем у виска и думают, боже, кто к нам приехал вообще, какие вразумительные вопросы этот человек нам может задавать, о чем она может писать, о чем она может говорить, рассказывать, если она выглядит подобным образом. Поэтому уместность, в первую очередь, и выдержанность в стиле одежды, мне кажется, может быть не до, но ни в коем случае не перебор. То есть вам, в принципе, пришлось корректировать свою одежду? Да, да, со временем пришлось. По аналогичности вписание именно в обстановку. Да, да, очень важно правильно вписаться. Маша, а как ты считаешь, в нашем с тобой случае, чем мы вот креативнее выглядим, тем лучше? Ну да, в принципе, если мы введем молодежную программу, получается, что да. Да, ну я, например, когда про Олю стали говорить, что психолог должен выглядеть как-то соответствующе, мне кажется, все-таки в 21 веке и психолог, и, может быть, менеджер какой-то, и какой-то, ну, менеджер, хорошо. Ну, люди более-менее свободных профессий, в принципе, приходят к тому, что если ты делаешь работу, ты можешь выглядеть так, как тебе удобно. Вот у вас есть четкое мнение по этому? Да, я считаю, главное, чтобы работу делать хорошо, вот, а там, как я выгляжу, ну, это, опять же, мое личное. Вот, ну, понятно, это должно быть уместно, как говорила Катерина, а так... А вот вы что, вы больше всего любите одеваться, например? Ну, тут как бы от сезона, да, зависит, вот. А так люблю платья, шорты, майки, ну, что-то такое более свободное, вот, мне нравится. Ну, строгого стиля вы никогда не придерживаетесь? Это редко, ну, на экзамен, да, я могу там... Ну, бывает, но чувствуете вы себя при этом по-другому, внутренние ощущениями, другие, правда. Ну, да, соглашусь, ну, и потому, что мероприятие, это другое, такое неординарное для... Ну, так как, опять же, мы же говорили, что вписываться в окружающую обстановку. Хорошо, давайте посмотрим выпуск интересных новостей и вернемся к нашему разговору. Любите музыку, живую музыку, оркестр? Тогда вам точно надо будет поехать в Голландию, ведь там они подошли к музыке немножечко по-другому. В Голландии выступит первый в мире подводный оркестр. Грядущее выступление подводного ансамбля Between Music называется Aquasonic. Исполнители будут выступать в специальных стеклянных резервуарах, наполненных водой. Я бы однозначно туда сходил. Главное, чтобы исполнители успели вовремя вынырнуть. Рекорды, рекорды и еще раз рекорды. Шестимесячная девочка Зила Онш из США установила мировой рекорд по дальности заплыва на водных лыжах. Хотя младенец еще не умеет ходить, ей все же удалось преодолеть со второй попытки дистанцию 200 метров. Достижение Зилы зафиксировано книгой рекордов Гиннеса. Мне почему-то кажется, что это еще и рекорд в самом раннем получении рекорда Гиннеса. Отличный пример тому, что трудности преодолеть возможно. Главное, чтобы у вас желание было. Родившийся глухим Найл Димарко, известный как модель-профессионал и победитель реалити-шоу топ-модель по-американски, одержал победу в 22-м сезоне американского телевизиона шоу «Танцы со звездами». Свои достижения Димарко посвятил всем 70 миллионам глухих людей планеты. Вы только представьте себе, как ему было трудно. Он музыку не слышал, но отлично танцевал под нее. Одни рекорды Гиннеса. Но я думаю, вы не против. Индиец Кришна Кумар установил рекорд по количеству объятий и попал в книгу рекордов Гиннеса. Сообщается, что мужчина успел обнять за 60 секунд 79 человек. Причем цифра даже могла быть больше. Однако комиссия осуществляла, что несколько объятий больше напоминало борцовские приемы, за что их и не засчитали. Известно также, что Кумар побил предыдущий рекорд всего на два объятия. До него рекордсменом был признан австралиец, который в 2014 году смог обнять 77 человек за одну минуту. С такими достижениями он может спать спокойно по ночам. Если что, он грабителя до смерти заобнимает. Спасибо, Дима, за выпуск интересных новостей. Мать, стараюсь. Я всегда говорю, что стараюсь. Ты очень стараешься. Да, поговорим еще все-таки о торжественном каком-то дресс-коде. Например, на торжественных мероприятиях. На свадьбах все-таки принято выглядеть как-то соответствующе. Даже есть такое выражение в английском black tie optional. То есть, если хотите черный галстук и черный костюм, то мы бы были очень рады. Естественно, я думаю, что жених и небесные делают это для того, чтобы их главный день в жизни запомнился. И чтобы это все красиво смотрелось на видеосъемки, на фотографиях. То есть, когда человек, ну, допустим, ненавидит он эти галстуки. Ну, вот он в этот день, может быть, должен подумать о других людях, для которых вот это важно. И как-то тоже свой стиль одежды корректировать в соответствии с другими, как вы считаете? Ну, я считаю, что главное чувство стиля, чтобы прослеживался вот этот самый вкус. Даже если он наденет самую дорогую рубашку, самый шикарный костюм, но при этом, при всем они не будут сочетаться, к примеру, с обувью по свету. Этот костюм будет невыглаженным, да. И рубашка будет небелоснежной, например. Все это пойдет на смарку. Ведь правильно. Главное, мне кажется, аккуратность, опрятность, чувство стиля, ну и, конечно же, соответствие образу, что тоже немаловажно. Не обязательно надевать галстук, если ты идешь на свадьбу. Почему? Он может надеть просто обычную аккуратную рубашку. Он тоже будет смотреться не хуже всех остальных. Ну, тем не менее, да. То есть это как раз тот случай, когда, в принципе, другим людям очень важно, как ты выглядишь. То есть они хотят, чтобы как-то это все выглядело соответствующим. Ну, это такая традиция, как бы, и поэтому все этому придерживаются. Но, опять же, можно вводить какие-то свои, как бы, изюминки, так сказать. Да, вот как вы были на свадьбах когда-нибудь у кого-нибудь в гостях? Да, один раз. Как вот одевались? Ну, было платье с ласточками, туфли. Платье с ласточками – хорошее начало. Сохраняется, стиль. Да, главное, чтобы стильно, эстетично и приятно было. Ну, чтобы невеста была самой красивой. Это правило свадьбы, не забывайте. Не переборщите. Да. Ну, и все-таки еще раз, да, время, место. То есть здесь какое-то торжественное мероприятие. Надо, чтобы соответствовал образ, может быть, ну, да, тому, где вы находитесь. Вот Катя вела студию «21» раньше, для тех, кто не знает, а фанаты студии «21», я думаю, помнят ее. Есть тоже у тебя особое мнение какое-то по поводу того, как ты одевалась. И, например, расскажи вообще телезрителям о том, чем ты занимаешься. И вот, например, новости. Да, это информационная программа «Новости регионных». И как отличается твоя одежда в зависимости от того, что ты ведешь, какую передачу? Ну, новостная программа, она, в первую очередь, конечно, не предусматривает такой строгий стиль. Это обязательно блузка либо какая-то кофта, но она тоже строгая, без рюшечек, без каких-то там узоров. И никакой принт тоже не должен присутствовать. Просто однотонная одежда. Ну, конечно же, и пиджак или жилетка. Обязательно. Также утренняя программа, информационно-развлекательная, утренняя экспресса. Там уже полет фантазии, изобретательность, да. Не нужно зажимать себя вот в эти вот рамки, не нужно укутывать в эти жакеты, пиджаки. То есть это может быть какой-то романтический образ, какое-то платьюшко, при том цветное, яркое, допустимые аксессуары, те же прически. Если в новостном эфире это должна быть какая-то гладкая прическа, собранные назад волосы, которые ни в коем случае не будут отвлекать внимание от того, для чего вообще человек включился вот сейчас, включил этот канал. Ох, мне парни, так много информации. Внутренняя программа, она, конечно же, предусматривает какое-то развлечение зрителя, непосредственный вот такой вот контакт с ним. Мы же входим в каждый дом, каждое утро. И поэтому в соответствии с этим мы должны выглядеть как-то по-праздничному. В то же время не броско, но... Ну и про студию 21. И про студию 21, да, были прекрасные времена, когда мы с Павлом Челкиным били эту программу. Но, как мне кажется, я уже потом поняла, что наши образы, они не соответствовали формату программы. Потому что это тоже был строгий выдержанный стиль, это были какие-то блузки, наглухо застегнутые рубашки, строгие платья. Это были прически, которые тоже не соответствовали формату этой программы. Хорошо, ребята, мы молодцы, по-моему, в идеальности выйти. Да, одобрили. Катя, ну, получается, вот я делаю вывод из всего, что ты говоришь, что ты очень легко теперь можешь подстраиваться, да, под то, что требует, опять же, время-место. Тебе не кажется, что ты вот теряешь где-то свой собственный... Вот Оля, она вот захотела, вот она сделала, все, вот она такая и есть. А вот тебе, как бы, может быть, уже, как сказали, вот так тебе... Нет, я тоже могу захотеть и сделать, но все это сделать за пределами камер в повседневной жизни. Я ведь не хожу в каком-то таком строгом, деловом выдержанном цели. То есть оно, в принципе, все связано с работой. Это все есть. Я считаю, что человек может сохранять свою индивидуальность и одевать в соответствии с дресс-кодом. Потому что сейчас огромное количество магазинов, модной одежды. Ты даже в один из них зайдешь, ты выберешь то, что тебе нужно, и при этом ты не будешь наступать на горло собственной песни. Потому что огромный ряд моделей, да, различных, цвета, все что угодно, ткани. Вот, кстати, очень интересно, как вы ищете одежду? Есть какие-то особые места? Есть вот так, что покупаешь вот эту вещь, ну прям очень захотелось ее? Или, в принципе, как заядлые модницы любят закупаться там заранее, очень много покупать всего? Нет, наверное, ну у меня как-то это просто вот, ну вот вижу вещь, и она мне нравится, и я ее беру. Ну, как-то, и вот все, это как-то чувствую, что ли. Вот, мне кажется, дресс-код, ну и, в принципе, образ, который мы с собой несем, это больше как раз-таки вся одежда, это такое внутреннее проявление, ну, как бы вот оно внешне и проявляется. Вот поэтому как-то так просто у меня с этим. А вот, например, здесь это вы сами, это вы добавляли, да, эта блошечка? Да, это тоже, знаете, какие-то... Вот я у него, собственно говоря, приобила. То есть, например, аксессуары большую роль играют в вашем образе? Ну, да, если что-то интересное вижу, опять же, стараюсь вот прикупить такие интересные штучки, и они всегда такие мелочи, они вот создают свою какую-то атмосферу. Это вы сами придумаете или на каком-то увидели где-то, услышали? Нет, ну, мне кажется, вот это будет хорошо. Я такая, ну, все, хорошо. Такая, вот одела образцы, одела часы и брошку. И вот как-то так. Восхитительно пошла. Ну, вернемся еще раз к школьной форме, как вы все-таки относитесь к школьной форме, потому что скоро посмотрим сюжет о том, как школьники сегодняшние к ней относятся. Вспомним еще раз. Катя, сейчас, например, уже как взрослый человек, считаешь ли ты, что должна быть? Тот же самый дресс-код, в принципе, просто для молодых людей. А наболевшим. Да, да, безусловно, она должна быть, мне кажется. Ну, конечно, не загонять ее в жесткие рамки. Ну, в принципе, мы не загоняем сейчас. Темный низ, он же предусматривает не просто как-то классические брюки, да, например. Это может быть и юбка-карандаш, это может быть какая-то юбка-клеш, притом разные длины, но не менее, конечно, но все же допустимы какие-то вариации. Светлый верх, он тоже предусматривает массу вариантов. Она должна быть, но при этом, я повторюсь, у нас есть выбор, это не ограничивает нашу свободу и индивидуальность тоже. Ольга? Я считаю, что это, ну, прям такой строгой школьной формы. Ну, можно просто это, чтобы сказать, там, не вычурно, не вульгарно, чтобы это было красиво, можно добавить какой-нибудь один элемент, там, допустим, индикатор вот этой школы, например. Ну, как там галстучки или что-то такое, еще там повязочку какую-нибудь интересную. Ну, прям такую школьную форму, прям. Ну, я считаю, что мы просто от этого строя не можем отойти. Да. На самом деле, а я не против тоже. Школьная форма, мне кажется, дисциплинирует. Детей просто, ну, да, опять же, не надо загонять там в какие-то жесткие рамки, но, в принципе, какой-то, какая-то школьная форма должна быть. Ну, вот давай посмотрим сюжет и узнаем, как школьники относятся к школьной форме. Смотрим. Одно из главных требований к сотрудникам крупных компаний – соблюдение дресс-кода. Так что привыкать к официальному стилю нужно уже с детства, считают одни. Но детство на то и детство, возразят другие, пусть дети чувствуют себя свободными. Летом о школьной форме, конечно, можно забыть. Участники областной игры «Зорницы» гораздо удобнее чувствовать себя в джинсах и кедах. Между прохождением полосы препятствий и конкурсом на лучший бивуак они рассказали нам о том, как жарко иногда бывает в школьной форме и как неудобно писать в пиджаке. Должна быть какая-то нормальная форма, а не как в Советском Союзе. Должна быть нормальная, красивее, чтобы удобная была, а не какая-то шерстяная, чтобы была удобной. Для меня лучше, чтобы была бы единая школьная форма, чтобы все ходили в одинаковом. Чтобы не было, что кто-то пришел в джинсах, кто-то пришел в юбке школьной. Единая форма должна быть обязательно, потому что штаны, юбки для девочек как бы хорошо, там рубашки, вот это вот все тоже. Ну, как-то даже красивее смотрится, когда единая форма. Люди старшего поколения, особенно те, чьи школьные годы пришлись на Советский Союз, выступают за школьную форму. Школа все-таки институт консервативный, а школьная форма дисциплинирует, помогает не разбирать социальную принадлежность детей. Школьники же, наоборот, стремятся добавить что-то от себя, выделиться. Кто-то экспериментирует с аксессуарами, кто-то с цветом одежды. Единой школьной формы в нашей республике нет. Требования носят рекомендательный характер. Для мальчиков в комплект входят пиджак, жилет, брюки, рубашка с короткими и длинными рукавами, галстук. Для девочки пиджак, жилет, юбка, брюки, блузка с короткими и длинными рукавами и сарафан. В зимнее время в комплекты могут входить трикотажный свитер или жилет. Обязать школьников носить костюм администрация не вправе, если это не прописано во внутреннем уставе школы. Что ж, прошли времена, когда на урок географии можно было спокойно заявиться в байке с изображением кипелого, джинсах и рваных кедах. Однако и времена тотальной униформы еще не наступили. Чувство меры и чувство вкуса помогут найти ту самую золотую середину для школьного дресс-кода, которая удовлетворит и ребенка, и родителей, и администрацию школы. Ну, как мы видим, все-таки претерпела школьная форма изменения. И, как говорила Ольга, она стала немного более свободна по сравнению с тем же Советским Союзом, например. Так, ну, все-таки, уже будем подводить итоги. Цель дресс-кода и цель какой-то организации того, во что ты одеваешься, как вам кажется, в чем? Это проявление уважения к обществу? Это дисциплинирование какое-то? Или, может быть, какой-то ваш вариант? Мне кажется, это, в первую очередь, признак хорошего тона и признак уважения к самому себе и, конечно же, к окружающим. Ольга? Я, наверное, солидарно. Уважаете ли вы окружающих? Да, уважаю. Но это же не только в этом проявляется так, что, главное, своим поведением уважать, так сказать. А дресс-код – это уважение и внимание к ситуации, интерес к этой ситуации показывается свой. Но, тем не менее, вы-то, вы же, как бы, одеваетесь более свободно, чем… Да, да, да. И поэтому, ну, как бы, это мой дресс-код, да? Ну, то есть, у каждого свой дресс-код, так сказать, у каждого свой образ, как мы говорили. И поэтому, ну, каждый тут выбирает что-то вот под свое какое-то душевное состояние, наверное. Ну, то есть, не хотите бы сказать, что надо оставить всех в покое, пускай каждый одевается как хочет, сколько можно уже приказывать? Немножко будет хаос, а потом баланс. Нет таких, у меня есть, например. Так что, боишься? Ну, нет, нет, в смысле, что все, оставьте в покое, каждый пускай одевается. Это я не утверждаю, но допустим. Да, пускай, ну, каждый ищет что-то свое, не надо там говорить, вот ты школьник, вот тебе зеленая некрасивая, в общем, юбка и кофта зеленая некрасивая. Ну, как? Ну, это вот как-то совсем грустно, по-моему. Ну, просто какие-то рамки ввести, чтобы это было, ну, это, по-моему, и так понятно, что… Ну, чтобы, наверное, за километр видеть, кто прогуливает. Мне кажется, это, в общем-то, логично. Никто больше не носит зеленые, кроме школьника. Логично. Хорошо. Ну, что ж, давайте узнаем, какие выводы из нашей сегодняшней беседы сделала аудитория. Дресс-код не важен. Важна самоличность, но не одежда. Во всем должна быть мера, и дресс-код это как-то, не знаю, ограничивает слишком ярких людей, на мой взгляд. Я думаю, что у каждого свой дресс-код, свой стиль в одежде, но одежда должна соответствовать месту и времени. Я поняла, что, главное, хорошая одежда – это та одежда, которая удобная, в которой мы можем чувствовать себя свободно. И неважно, какой это стиль, в любом стиле мы можем создать свой образ, мы можем одеться так, чтобы чувствовать себя комфортно, удобно. Тема наболевшая, но в то же время актуальна. То есть дресс-код существовал во все времена, и, возможно, в данный момент, в наше время, есть в этом какой-то смысл, это сплочает коллектив. Но в то же время свобода личности, которая важна в наше время, не потерять себя за этими всякими дресс-кодами. Большое спасибо вам, что вы пришли. Спасибо за беседу. Вам спасибо. Соблюдать или не соблюдать – вот в чем вопрос. Думаю, ответ на этот вопрос каждый может найти сам, но мы будем надеяться, что приблизили немного вас к этому решению. Ну, а мы встретимся с вами в следующий раз. Поговорим о чем-то не менее интересном. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин